Нижегородская торпеда после двух поражений на домашнем льду от Минского Динамо и Череповецкой Северстали отправилась на выездной матч к Витязю, который не дал хоккеистам Дэвида Немировски красиво начать сезон. В матче открытия Витязь победил. Но с той игры прошло много времени и сейчас уже другие расклады. Нижегородцы активно начинают первый период, делая больше упор на игру в зоне хозяев льда. Это, правда, и позволяло Витязю убегать в опасные контратаки, но Тихомиров был на месте и подчищал за ошибками своих защитников. Во втором периоде сценарий игры не меняется. И тут опять возникает старая проблема торпеда – реализация. Еще в втором периоде хоккеисты Немировски могли снимать все вопросы о победителе. Но шайба отказывала из залетать в ворота. А вот Витязь наоборот. Открывает счет за пять минут до конца отрезка. Марин закрыл обзор Тихомирову, и шайба беспрепятственно залетает в ворота торпеда. На такой гол у нижегородцев нашелся свой ответ. Дамир Жафяров смог переиграть защитника Витязя и выдал отличную передачу на Агастина. Ему лишь оставалось подставить клюшку и 1-1. В третьем периоде торпеда только набирает обороты и большую часть времени сидит в осаде ворот Витязей. Это и приносит результат. Сначала Марин исправляется за свою ошибку, приведшую голу, и выдает передачу на Илью Федотова, который выводит нижегородцев вперед. А следом за ним Иван Чехович забивает красивый гол в девятку – 3-1. Торпеда сохраняет счет и одерживает победу. Очень хорошая игра. Это у нас командовая игра. Все поставили их лад сегодня, все помогали. Нужен момент, все правильно. Ребята играли, бились и верили. И очень довольны, что я видел сегодня на поле и на развивалке, и на лавке. Нам надо держать час. У нас игры сейчас дома опять. Следующий матч нижегородцы проведут на домашней площадке против Амура. К ним тоже у торпеды есть свой должок. Игра пройдет в пятницу, 15 октября, и начнется в 19.00. Прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ. Служба новостей Артемий Катков.